Всем привет, ребята! Вы на канале Digital Shaman. Меня зовут Иван. Вы на этом видео, потому что вы купили набор Rocket 1, и это видеоурок. Поехали! Набор Rocket 1 поставляется как в пакетах, так и в банках. Разница лишь небольшая в стоимости и в форматах. Вы видите, содержимое обоих комплектов одинаковое. Неважно, какая камера, зеркальная или беззеркальная, Canon, Nikon, Fujifilm или какая-либо другая, этот набор подойдет для всех видов матриц. Чтобы был доступ к матрице, где находится пыль. Итак, передо мной симус-матрица, такая же, какая стоит практически во всех современных фотоаппаратах. И состоит она из самого элемента мозгов и фильтра, который мы и будем чистить набором. Касаться мы будем поверхности фильтра, и именно с него мы будем снимать грязь. В закалке видно мусор на матрице невооруженным глазом, как здесь, так и вот здесь на Lumix. Прямого доступа к матрице, как у кропа, так и у Full Frame зеркалок нет. Что делаем дальше? Когда грязь на поверхности очевидна, то тут ясно, что делать. Но что делать, когда ее не видно? В этом случае можно сделать отверстие внутри крышки и поставить его вот таким образом, и потом баловаться и снимать. Вот, посмотрите, крышка с отверстием. Я снимаю на крышку с отверстием. Берем объектив, закрываем на максимум вашу диафрагму, берем листок формата А4, делаем контрольный тестовый снимок. И вы только посмотрите, что получается. Огромное количество мусора лежит, как будто бы на бумаге. Но это все содержимое лежит на матрице, поэтому именно это мы будем убирать. Здесь на камере прямо видно, вот в этой точке находится грязь. И как бы я ни двигал камерой, точка остается, потому что точка находится на поверхности матрицы. Чтобы очистить матрицу, вы поднимаете зеркало для чистки, если речь идет о Nikon, и открывается доступ к матрице. В беззеркалках тоже включаете режим очистки сенсора. В зеркальных Canon очистить вручную. И появляется доступ к матрице. Для начала процедуры очистки необходимо обязательно надеть перчатки. Это сделать обязательно. Далее, вскройте пакет, содержащий 40 салфеток. Салфетки в вакуумной упаковке, поэтому при вскрытии они очень сильно подвержены тому, что загрязняются. Используйте пакет, который находится внутри содержимого комплекта. Теперь возьмите грушу. Если по какой-то причине груша у вас загрязнилась, то закрываем ее с обеих сторон и смачиваем. Протираем салфеткой. И таким образом удаляем излишек пыли и грязи, которая очень хорошо осаживается на эту поверхность. Далее, я смачиваю поверхность груши и переворачивая фотоаппарат, делаю следующее. Поскольку у меня были закрыты верхняя и нижняя часть груши, то жидкость не попала туда. Но жидкость была на поверхности груши. И соответственно, все, что вылетало с камеры, оно попадало на поверхность груши. И мы можем видеть вот такие песчинки. Груши можно пропустить, если камера видно, чем загрязнена, и эту пылинку очень легко снять. Как вот на матрице этой Sony. Очевидно же, вот эти песчинки. Груша нужна только для того, чтобы сдуть те песчинки, которые очень легко удаляются. Трой частицы очень хорошо растороняются жидкостью. Поэтому, когда мы проводим жидкостью по частицам, она может легко намазаться на поверхность матрицы. Поэтому лучше сдуть ее, эту песчинку. Лопатку стороной кроп или фулл фрейм, в зависимости от того, какой тип у вас аппаратуры. Аккуратно с края берем салфетку. Берем лопатку и вкладываем лопатку в середину салфетки. Обматываем вокруг лопатки. Все, лопатка готова к работе. Теперь, делаем спрыскивание на поверхность лопатки. Я делаю один спрыск на поверхность. Затем, устанавливаем таким вот образом, чтобы лопатка заняла крайнее положение. Проводим слева направо. Переворачиваем ее другой стороной. Проводим слева направо, уже по верхней части. В данном случае, большое загрязнение мы видели. Однако, большую часть мы сняли. И мы видим в том случае, вот те самые пылинки, которые размазались. Я взял вторую салфетку и также смочил. Проведу теперь вот так. Обратите внимание, насколько стала чище матрица. И еще разок пройду к той же тканью. Итак, две ткани использовал. Вот такой результат. Кусочки ткани идеально подходят для того, чтобы протереть пайонет, либо протереть стекло. Ведь жидкость испаряется без остатка. Матрица осуществляется очень легко и непринужденно. И не нужно сильно давить. Но вопрос, с каким весом-то все-таки нужно давить. Давайте я вам покажу это на весах. Камера на весах. Я беру и давлю на поверхность. Вы видите? 63 грамма. 56 граммов. Я давлю не более 100 граммов на поверхность матрицы. Важно, чтобы вы использовали лопатку только с салфеткой. Нельзя использовать лопатку без салфетки. А уж какой силой вы давите, ну не переусердствуйте. Вот сейчас я потер с очень большим усилием. Тут граммов 200 было. Зеркальную камеру почистить немного сложнее. Тут сложнее добраться до матрицы. Здесь мы делаем точно то же самое. Также подготавливаем салфетку. Только заводим по диагонали. Разворачиваем ее так, чтобы не касаться поверхности стенок. И слева направо аккуратно проводим по матрице. Здесь дальше можно развернуть и другой стороной пройтись вот так. Таким образом вы очистили сенсор камеры. Далее по завершению вы отключаете фотоаппарат. Берем листок. Наводимся на него и получаем результат. И теперь, когда вы смотрите на поверхность матрицы, на ней уже нету никаких загрязнений. Однако, если у вас они все-таки есть, процедуру стоит повторить еще разок. Все ткани очень хорошо подходят для очистки поверхности линз. Очень хорошо. Но только в условии, если вы используете перчатки. Смотрите. Просветляющая поверхность линзы загрязнена. Использую перчатки. Очищаю. Поверхность относительно чистая. Использую идеально новую салфетку. Поверхность еще чище. Жидкость испаряется без остатка. Я сниму перчатку. Возьму новую салфетку. Возьму жидкость. Тронусь до поверхности. Что будет? Часть с поверхности пальцев перешла на поверхность объектива. Видите? Поэтому очень важно использовать перчатки. При легких загрязнениях и правильном использовании набора на очень долго хватает. Здесь 40 салфеток, 50 мл жидкости. И каждый отдельный элемент можно купить на нашем сайте. Ссылка на сайт указана на упаковке. Внутри нашего набора есть пакет, в котором и нужно хранить салфетки вскрытые. Таким образом вы препятствуете попаданию на чистые салфетки из атмосферы различных пылинок и загрязнений, которые содержатся в сумках, в рюкзаках с вашим фотоаппаратом. На этом у меня все. С вами был Иван, лаборатория Digital Shaman. Если вы хотите, купите наборы по ссылке в описании. Всем пока!